27 февраля 1994 года. Для нашей республики это историческая дата. 23 года назад именно в этот день была принята Конституция Ингушетии. В тот же день в регионе состоялись и первые выборы в Народное собрание Ингушетии. Одной из ключевых фигур тех событий можно заслуженно назвать Мурада Келлигова. Он стал не только автором главного закона Ингушетии, но и первым председателем Народного собрания республики. Политик, поэт, доктор философских наук, профессор и исследователь. В этом году Келлигову исполнится 74 года. О тяжелых 90-х он вспоминает с улыбкой, ведь подход к любой жизненной ситуации у него философский. Это было как бы каким-то порывом. Я всегда для себя так оцениваю, это какой-то романтический период был, по крайней мере, для меня. Я вообще шел не для того, чтобы, как говорят, пропиариться, показать. Я свое самолюбие к тому времени удовлетворил. Я просто понимал, что есть вещи, которые я знаю лучше, чем другие. Или я смогу их сделать. Он понимал и смог. Над Конституцией Ингушетии полтора года кропотливо трудились лучшие умы нашей республики. Во главе с братьями Келлиговыми, Мурадом и Казбеком. Последнего уже нет в живых. 13 ноября 1993 года первоначальный проект документа был опубликован в газете Ингушетия. Для того, чтобы жители республики ознакомились с ним. И в день референдума осмысленно проголосовали за или против. По результатам голосования 97% пришедших на участки поддержали новый закон. 27 февраля 1994 года Конституция Республики Ингушетия была принята всенародным голосованием. Это важно было не только для того, чтобы мы закрепили свои институты власти. Это было и выполнение на деле требования Конституции Российской Федерации. Поскольку Конституция Российской Федерации прямо предписывает, что республики в составе Российской Федерации, как его является и Ингушетия, должны иметь, обязаны иметь свою конституцию и законодательство. Юристы единогласно твердят, что именно с принятием этого закона началась новая, «Документально подкрепленная история ингушского народа». Сегодня она состоит из 11 глав и 114 статей, благодаря которым наш регион наконец получил статус равноправного и самостоятельного субъекта Российской Федерации. Сейчас мониторинг уже действующего законодательства республики. Мы подвергли уже анализу. Около тысячи законов было принято за всю историю парламента республики. И, как я раньше говорил, жизнь не стоит на месте. Конечно же, мы вносим коррективы, некоторые познаем утратившими силу, некоторые законы вносим изменения. Ну, вот так и работает парламент все 23 года. 11 марта 1994 года Келлигов единогласно был избран председателем народного собрания. Но через два месяца он добровольно покинул этот пост. Из 96 кандидатов в депутаты было избрано 27 человек. Самому молодому депутату первого созыва было всего 29 лет. Быть первопроходцами всегда тяжелее и ответственнее. В это сложное время парламентарии сумели наладить работу с народом и начали решать его проблемы. Вот буквально спустя год-полтора мы активно работали и с Государственной Думой, и с Советом Федерации. Вышли в регионы, ездили, часто ездили по другим субъектам, набирали опыт. Сейчас в Народном собрании Ингушетии работают депутаты 6-го созыва, которые приступили к своим обязанностям в сентябре 2016 года. Депутаты Народного собрания, своих деятельностей, конечно же, руководствуются Конституцией нашей республики. И в канун 23-летия принятия Конституции хотелось бы сказать спасибо и разработчикам, и жителям республики, которые проголосовали за нашу Конституцию. Наша Конституция на два года моложе самой республики. Но именно она выступает точкой отчета о формировании и развитии государственности Ингушетии. Зарема Ивлоева, Хава Султыгова, Руслан Албогачиев. Новости 24.